У ребят Центра Солнечный, как и у всех школьников, начался новый этап жизни. Чтобы начало учебы стало для них праздником, и ребята встретили учебный год с улыбками, их ждали сюрпризы, вкусные угощения от спонсоров, подарки и новые школьные учебники. Данное мероприятие сегодня проводится, оно приурочено к 1 сентября, к Всемирному дню знаний для воспитанников Центра Солнечный города Салават. Подобные акции мы проводим, ну стараемся в честь каждого праздника. Сегодня в качестве организаторов акции выступает Центральный духовный правильный мусульман во главе с муфтием соборной мечети Ан-Наби, города Салават, Рамиль Хазрат Насыров. Дети, оставшиеся без попечения родителей, они требуют еще большей любви, большей заботы. И я считаю, что мы обязаны помогать детям, оставшихся без попечения родителей. Книги в ярких обложках, памятные подарки и огромный торт – все это ребята принимали с благодарностью. И отнеслись к маленькому празднику с восторгом. В принципе, мне как всегда все понравилось. Они всегда какие-то нам праздники устраивают, которые нам нравятся. То есть не какие-то скучные там, а вот прям, которые нам по душе, нам очень интересны. Я пришла сегодня со своими друзьями сюда, как бы, провели очень классное время, всем все понравилось и все передают очень большое спасибо. Торт был очень красивый, ну и вкусный. Организаторы отмечают, что подобные акции не являются разовыми, а будут проводиться на постоянной основе – в праздники и в обычные дни. Еще одним ярким событием в жизни одного из воспитанников Центра Солнечной в этот день стало получение в дар специальной спортивной экипировки. От кандидата в мастера спорта по боксу по Московской области до то Абаяна. Ведь для того, чтобы детям-сиротам было легче адаптироваться и без труда преодолевать сложности, необходима поддержка и кропотливая командная работа большого количества людей. Альбина Кашапова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават». Альбина Кашапова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават». Радмир Загидулин, телекомпания «Салават».